Это курсы «Территория искусствоведа», который предназначен для творческого воспитания детей, комплексного, потому как мы не стали пока разделять для детей все направления художественного и творческого развития. Соединили их в один курс. Курс «Лаборатория краеведа», который дополняет и расширяет представление детей о мире вокруг, дает им немножечко и кругозор, и навыки исследовательской деятельности, навыки изучения окружающего мира, навыки рассказа. Курс «Лаборатория математика» — один из самых востребованных сегодня, по крайней мере, по итогам апробации, где мы предложили несколько другой взгляд на математику. Он, опять же, не дополняет курс школьный, а именно дает детям другой взгляд, другое представление. И курс «Лаборатория словесника» — это навыки коммуникации, по большому счету мы пытались реализовать в этом курсе, любой, и вербальной коммуникации, и коммуникации письменной, и какой угодно. Значит, начнем мы с пособия «Лаборатория искусствоведа». Это курс получился необычный. Значит, сама структура каждого из наших курсов, она такова. Мы организовали его в модульной системе. Сейчас в ряде школ центрального округа точно, я думаю, что по регионам тоже это уже практика присутствует, по крайней мере, там, где я езжу, я с этим сталкивался. Идет обучение не по привычным нам четвертям, а по модулям. То есть пять недель обучения и неделя каникул. Вот структура каждого пособия, она приблизительно такая же. Это не мешает работать по четвертям для тех, кто привык работать по четвертям, но тенденция сейчас такая, что вот на эту модульную структуру учебного года будут переходить все больше школ, поэтому наше пособие мы ориентируем таким же образом, чтобы перед выходом на каникулы дети обязательно могли получить какой-то итоговый результат по каждой отдельной теме. Так вот, в пособии лаборатории искусствоведа три основных направления. Это живопись, изобразительное искусство и музыкальное воспитание и технология. Когда мы говорим о живописи и музыкальном воспитании, мы речь ведем не только и не столько о традиционных уроках, сколько о развитии у детей всесторонних культурных навыков. То есть живопись, это не только, да, вот как на уроках рисования, изобразительное искусство, это не только на уроках рисования, да, вот то, что дети осваивают какие-то инструментарии, но это еще и умение, это кругозор в области живописи, это умение правильно оценить, рассказать о картине, да, какой-то, или, ну, каком-то художественном объекте, о скульптуре. То же самое с музыкальным произведением. С одной стороны, мы попытались немножечко восстановить утраченные традиции музыкального воспитания, потому как, ну, у меня, например, есть такой опыт, да, я брал иногда пособия старые, вот такие по музыке, в том числе для начальной школы, и мне, например, всегда было очень обидно, что сегодня наш курс музыкального воспитания в школе очень сильно обеднен. Причем объединен не стандартным, а объединен почему-то программами, да, стандарт как раз дает очень серьезные, очень высокие требования курса музыкального воспитания, а вот на практике мы не всегда, ну, то есть здесь сильно зависит от учителя, да, естественно, но вот, к сожалению, не всегда это срабатывает. Значит, давайте посмотрим, чем наполнен курс лаборатории искусствоведа. Начинается он с блока изобразительного искусства, и первый модуль, о котором мы говорим, он посвящен нескольким моментам, значит, как вот ценителя искусства, да, мы воспитываем, так и человека, который может создавать эти произведения искусства. Тут два направления. Обратите внимание, вот буквально в рамках первого же задания обучающиеся могут познакомиться с картиной Виктора Михайловича Воснецова. Соответственно, здесь на уроке у учителя всегда есть возможность дополнить этот момент, рассказать, подключить сейчас много и маленьких видеороликов. Мы их сейчас подбираем, где-то готовим свои, тоже будем выкладывать на сайт обязательно. Под картиной мы видим четыре вот таких небольших квадратика пустых. Что это такое? Это некие опорные точки, которые ребенок сможет использовать, рассказывая о картине. То есть в приложении к тетради есть пиктограммки для чего. То есть ребенок, обсуждая с учителем картину, узнает, что написана она, например, маслом, хранится она в таком-то музее и так далее. Вот делая себе эти опорные точки, это, по сути, у ребенка получается такой сигнальный план. Он потом может заодно рассказать, что мы познакомились с картиной такой-то, написанной художником таким-то, она хранится в таком-то музее, выполнена в такой-то технике. Ну вот, грубо говоря, да. Естественно, пока мы не можем дать детям длинный печатный план, первый класс все-таки, но мы им предлагаем вот такие сигнальные истории и формируем у них, собственно, культуру не просто, ух, красивая картина, а немножечко расширить свой навык описания художественного произведения. Здесь же, естественно, у нас есть творческие деятельные задания. Начинаются они со знакомства с простым карандашом или с простыми карандашами. И они у нас бывают разные, мы с детьми их все пробуем. У нас два коллеги члена авторского коллектива проводили такие занятия. Дети очень удивлялись, они знакомились с карандашами разной плотности и пытались, вот у нас есть в правом нижнем углу изображение, да, раскраска, которую дети раскрашивают только простыми карандашами. Это для них очень новый опыт обычно. У них получается очень необычная картина. Значит, здесь пока мы не трогаем нажатия, просто карандаши разной плотности. И для них откровение, что только простым карандашом можно передать вот такие полутона какие-то, разная степень насыщенности, так скажем. Естественно, в рамках этого же модуля мы не останавливаемся просто на видах карандашей. Мы занимаемся постановкой руки, предлагаем ряд упражнений на штриховку, прямую штриховку, косую штриховку, приводим примеры как надо, как не надо. У обучающихся есть возможность попробовать по-разному это делать, посмотреть в каком случае одним образом, в каком случае другим. Естественно, на каждом занятии первого модуля у нас встречается картина, к ней вот по-прежнему есть возможность вот эти сигнальные подсказочки себе делать. То есть ученики из занятия в занятие имеют как творческий компонент созидательный, так и компонент, связанный с общекультурным их развитием. Обращаю ваше внимание, что каждый модуль у нас заканчивается, ну, так это громко названный проект, скажем так, небольшой творческой, индивидуальной творческой работы ребенка, когда он освоенные навыки может реализовать самостоятельно, так как ему нравится, то есть дать какое-то свое маленькое творческое решение на основе полученных навыков. Во втором модуле пособия лаборатории искусствоведа ознакомительный с художественными произведениями компонент у нас, естественно, продолжается. Он даже становится посложнее немножечко. Мы добавляем кое-какие элементы описания. При этом к простым карандашам у нас добавляются цветные, и мы рассматриваем все необходимые на этом этапе моменты и теплые холодные тона, в том числе анализируем картины на наличие в них тех или иных цветов использованных. Мы пробуем карандаши с разным нажатием, с разным смешением. Вот у нас, например, на странице 24, посередине рисунок, у нас приведен пример, как можно штриховать двумя цветными карандашами. Полностью перекрестная штриховка, не полностью, поочередно смешение цветов, не смешение цветов. То есть, по сути, даже обладая каким-то ограниченным набором карандашей цветных, у ребенка уже появляется возможность немножечко так себя творчески проявить, посмешивать, получить какие-то новые свои оттенки, разумеется. Больше, конечно, здесь раскрасок, потому что все-таки первоклассники, да, и штриховка готовых раскрасок им важны, но есть и, вот я говорю, совсем такие свои творческие свободные задания. Это были два первых модуля, они были посвящены художественному воспитанию. Модуль 3 посвящен у нас воспитанию музыкальному, 3 и 4. Здесь очень, с одной стороны, немножечко похоже, да, но с другой стороны, все-таки есть определенная специфика. То есть, с одной стороны, мы здесь же, если в первых двух модулях мы воспитывали в ребенке зрителя, да, ценителя художественного произведения, то следующий, да, модуль, мы уже пытаемся воспитать в нем слушателя, человека, который может слушать и слышать музыку. Мы знакомим детей с музыкальными инструментами и с известными авторами и исполнителями, которые писали музыку для этих музыкальных инструментов. То есть, когда речь идет о скрипке, да, мы обязательно даем, и на сайт, вот сейчас издательство выложены музыкальные фрагменты, здесь, ну, со скрипкой, например, это Давид Ойстрах, да, который, его небольшое исполнение произведения, дети могут послушать скрипку, с ней познакомиться. В качестве элемента усложнения есть задание, где мы не только слушаем и оцениваем музыкальное произведение по определенному плану, но и пытаемся выделить, какие музыкальные инструменты в нем звучат, хотя бы даже изначально по виду, да, вот звучат духовые, звучат смычковые. Кто-то из детей, естественно, быстрее начинает выделять инструменты четко уже, да, по названиям. Мы проводили, например, эксперимент, давали детям послушать музыкальное произведение, исполненное вообще исключительно на балалайке, но очень талантливым музыкантом-народником, и дети слышали там два-три инструмента, иногда и больше, хотя, по сути, звучала одна балалайка. То есть вот такие вещи мы отражаем, чтобы... и знакомим детей с произведениями, которые они описывают и запоминают тоже. У меня, например, вот один из наших авторов, Адель Викторовна Каплан, один из авторов нашего УМК, учитель начальных классов, у нее дети за четыре года обучения музыке выходят способными узнавать на слух до полусотни произведений классических музыкальных, и в пещере Горного Короля, танец с саблями, ну, какие-то лебединые озера. Вот самые-самые такие основные для культурного человека необходимые. Естественно, мы, ну, не концентрируемся только на классических произведениях, то есть вот рассуждая о духовых инструментах, мы предлагаем ознакомиться с произведением Гершвина «Саммертайм». Это, ну, так, чтобы у детей все-таки был пошире музыкальный кругозор, и потому что у всех детей свои вкусы, свои интересы, вот, а каждый инструмент, в общем, по-своему немножечко раскрывается. Вот, в четвертом модуле, да, вот здесь как раз видно произведение Гершвина, мы предлагаем, в четвертом модуле мы также начинаем с детьми работу с музыкальной нотацией на самом-самом простом уровне, на уровне запоминания основных нот октавы, да, используем ревусы для этого, ну, в общем, используем музыкальные диктанты, да, когда нам написано, в каком порядке какие ноты должны быть записаны, да, написаны текстом, дети отражают это на нотном стане. Здесь очень, конечно, играет роль возможности учителя. Для учителя с музыкальным образованием здесь вот эти два модуля широкий дают диапазон, это все можно с детьми проиграть, научить их, может быть, да, если небольшая группа какая-то детей. Если же нет, подо все, что мы здесь говорим, под все мелодии подобраны музыкальные файлы, их можно просто проиграть с детьми, послушать. Это очень полезно, да, что дети пришли, вот у них были и уроки, они где-то и набегались, что-то еще, вот тут они сели, 3-4-5 минут прослушали музыку или вместе попели песни, при этом получили какой-то вот и кругозор в запоминании, описании, оценке, анализе музыкального произведения и освоили, ну, какие-то пока для первого класса минимальные навыки. Естественно, для уровня второго, третьего, четвертого класса там задания будут, ну, конечно же, усложняться. Пятый модуль нашего первого пособия лаборатории искусствоведа, он уже посвящен технологии. Честно говоря, те идеи, которые мы хотим реализовать, вот именно в модулях технологий, они для первого класса сложноваты, поэтому первый класс больших откровений не содержит, скорее всего, ну, можно так сказать, что он все-таки больше инструментален. Мы знакомимся с разными видами бумаги, знакомимся с разными способами работы с бумагой и клеем, аппликация, рваная аппликация, геометрическая аппликация. Вот, например, в правом верхнем углу у нас задание, где мы предлагаем обучающимся из набора фигур, заполнить, набор фигур в приложении, да, заполнить контур, да, предложенный. То есть дети должны покомбинировать вырезанные элементы с тем, чтобы не осталось лишних, с тем, чтобы не, ну, с тем, чтобы полностью, вот, все, что должно быть заклеено, чтобы было заклеено, что не должно быть заклеено, чтобы не было заклеено. Рассматриваем различные виды, еще раз говорю, работы с бумагой и клеем, и наклеивание через равные интервалы, встык, внахлест, геометрическая аппликация. Сюжетная пока нет, мы ее отложили на потом. Ну, и последний, заключительный модуль, тоже, в общем, вот в этой части, в отличие от музыки и художественного модуля, здесь пока, как я уже говорил, без откровений, все, что мы хотим здесь дать такое, сверхинтересное, отложено на старшие классы. Здесь у нас оригами, базовые формы, и особенно мы, вот здесь, на итоговые, например, занятия, да, мы вынесли здесь тематику научи другого, да, когда мы уже какие-то вещи умеем делать, с базовыми фигурами знакомы, несколько фигур уже умеем сложить, дети предлагают свои какие-то варианты, знакомятся с ними, там, ищут, может быть, они уже что-то, да, умеют, и они готовят нам не только само изделие, но и небольшой такой мастер-класс, как это сделать, да, то есть, вот, если дети, например, если ребенок умеет складывать тюльпан, да, он быстренько детям покажет, как же это, как же этого можно добиться. У нас, например, я испытал прям такую легкую ностальгию, у нас, в рамках курса обрабации, ребенок, я не знаю, может быть, кто-то из вас помнит, раньше такие машинки складывались из тетрадного листа, и гонки на столах вот из них устраивали. Я, честно говоря, уже думал, что это все подзабыто, нет, пришел ребенок где-то, вот он, может, папа ему показал, или мама там рассказала, вот, и он строил целый мастер-класс и превратил нам вот этот вот итоговый проект в набор гонок. Ну, то есть, это, по сути, еще раз говорю, это дорожная карта такая, вот, когда учитель или ученики сами могут менять направление движения, то есть, мы предлагаем канву, направление движения в любой момент может поменяться. Так, это, что касается содержания лаборатории искусствоведа. Переходим ко второму, ко второй линии нашего курса, курс лаборатория кровеведа. Как ни трудно догадаться из названия, этот курс внеурочной деятельности создан для поддержки, не для дублирования, еще раз повторюсь, а для поддержки курса окружающего мира, но построен по несколько иным принципам. Значит, для начала, как я уже говорил в самом начале, мы закладывали принцип природосообразности, и здесь он нам видится таким образом, да. Очень странно иногда брать, например, учебники или курсы внеурочной деятельности по окружающему миру и наталкиваться уже в начальных классах на какие-то очень сложные концепции, там, рассказы, там, и промышленные какие-то, и природные зоны, и что-то еще. Да, мы как-то вот с коллегами, мы практически все не только все-таки педагоги, да, в авторском коллективе, но и родители, да, у нас есть какой-то все-таки опыт общения с детьми, и как бы в нашем представлении окружающий мир ребенка начинается не от герба и флага, не от природных зон, а начинается он из дома, из дома и из семьи. И весь курс наш, вот с первого по четвертый класс, он так и будет построен, как некоторые путешествия, когда ребенок, путешествуя, выходит из дома и знакомится с тем, что его ждет за пределами этого самого дома. Так, у меня опять залипла презентация. Что ж такое? О, отлично. Так. Значит, этот курс позволяет поддержать развитие предметных областей естествознания и обществознания, а также задать детям некий способ действия при выполнении индивидуальных таких исследовательских и, может быть, даже проектных работ в области краеведения. Начинается он, вот он, наш первый модуль, и первый модуль посвящен как раз дому и семье. У нас есть два героя, да, это вообще, ну, такая основная линия наша, основная форма наших пособий. У нас все-таки в начале каждого занятия есть некая проблемная ситуация, которую задают нам наши герои, персонажи. Вот в пособии, которые мы смотрели до этого, да, лаборатории искусствоведа, там у нас была девочка Василиса, а здесь у нас два мальчика, Игорь и Роман. Один из них живет в городе, другой из них живет в поселке. Это сильно сказывается, да, на их быте. И вот у нас идет сравнительный момент. Как выглядит дом, в котором они живут, убранство квартиры, в которой они живут, семьи, да, у кого-то только мама, папа, брат, сестры, у кого-то большая семья, вместе бабушки, дедушки. Есть у них хобби, есть у них какие-то домашние обязанности, есть какие-то правила. Обязательно в каждом модуле курса лаборатория краеведа одно занятие посвящено вопросам безопасности. Вот в том числе в этом модуле здесь мы говорим о безопасности дома, в том числе пожарной безопасности. Ну и ученики сами делятся тем, какие у них вот есть правила, чему их учат здесь родители, что они уже усвоили в школе. Ну, такой больше рефлексивный момент. Но в целом, я думаю, что в настоящее время он не лишний. Второй модуль. Мы выходим из дома во двор. Двор тоже у нас может быть разный, да, все-таки двор городской и двор деревенский, это абсолютно разные дворы. И если в городском дворе мы можем встретить собаку или кошку или голубя, то в деревенском дворе мы можем встретить и корову, и ежа. Ну, в общем, здесь идет такое, здесь очень много диалоговых моментов, да, когда дети начинают обсуждать, что вот о дому у нас во дворе этого нет, а вот мы ездили в деревню, там у бабушки дом там есть. Да, то есть обсуждают. Здесь много-много на обсуждение. Какие объекты встречаются во дворе, какие же животные встречаются во дворе. Уделяется внимание, естественным вопросом, опять же, безопасности во дворе, открытым люком, незнакомым людям и так далее. Третий модуль. Мы уже выходим из двора в город. Здесь небольшая отсылка идет и к правилам дорожного движения, и знакомство с объектами городской инфраструктуры. Ну, пока даже не просто мы выходим в город, неправильно сказал, немножко поторопился, мы выходим пока на улицу, да, у нас есть автобусные остановки, у нас есть пешеходные переходы, у нас есть вопросы, опять же, безопасности, связанные с играми на улице. Отдельно рассматриваем вопрос экологический, да, сортировки мусора. Кому-то я часто встречаю мысли, что вот у нас в стране это не принято. Знаете, это на самом деле очень грустно, что не принято, но, знаете, у нас раньше было не принято шариковой ручкой писать, а до этого металлической перьевой, но это же не повод писать гусиным пером. Да, по чуть-чуть надо у детей формировать представление о раздельном сборе отходов, вообще об аккуратности, да, такое поведение. При этом не только, вот обратите внимание на задание на центральном рисунке, да, вот страница 33 у нас, скан. У нас есть вид города, это очень необычное задание, а в приложении есть все те же объекты, только, ну, их надо вырезать, и внизу у нас есть план. Вот ученики сопоставляют вид такой изомерический, да, на изображение, и вид сверху на план, пытаются из заготовленных уже объектов составить план вот того элемента, того фрагмента улицы, который они видят, сопоставить здания, повороты и так далее. Вот это нестандартный такой момент, но у нас вообще, вот работа с картами, во втором классе сейчас у нас идет разработка, она уже почти заканчивается, вот этого пособия для второго класса, там вообще много работ с картами и схемами. В первом классе, естественно, учитывая возрастные особенности детей, мы делаем это попроще, полегче. Немножечко. Четвертый модуль, сейчас он у нас подгружается, он как раз-таки уже посвящен выходу с улицы в город. То есть у нас есть большой город, а у меня у одного не подгрузилось, да? Сейчас, одну секундочку. Прелесть какая. Так, дети знакомятся с тем, что у них в городе есть, во-первых, какая-то уже символика, да, у большинства городов. Если нет, если дети живут в маленьком поселке, им никто не мешает ее самостоятельно придумать. И вот здесь они знакомятся и с объектами городской инфраструктуры. Например, да, вот отделение почтовой связи есть в большинстве населенных пунктов. А что мы там можем сделать? Ну, отправить письмо, говорить довольно забавно. Сейчас, ну, не часто отправляются письма, то есть отправляются, но как раз уже чаще это делают организации, чем частные лица. При этом, да, на почте можно оплатить коммунальные услуги, можно снять копию с документов, воспользоваться сетью интернет, если быстро на ходу, да, это надо. Это все тоже услуги, с которыми можно, ну, прийти на почту и добиться, ну, получить какой-то необходимый результат. Здесь же, например, вот у нас рисунок второй снизу, где нарисован кинозал. Правила поведения, да, кинотеатр — это объект городской инфраструктуры, в нем надо себя как-то вести. Тут можно, мы с детьми, ну, вот на рамках апробации обменивались опытом каким-то, встречались ли они, давали ли им родители какие-то, да, ценные пожелания, правила поведения. Может быть, они встречались с примерами. То есть там дети говорят, вот мы пришли в кинотеатр, а на прошлом сеансе там весь пол порассыпан попкорн. Мы вот обсуждали, хорошо это или не слишком хорошо, как этого избежать и так далее. Но, естественно, фиксируем, для того, чтобы зафиксировать вот эти все детские идеи, да, наверху мы им предлагаем в форме значков таких, знаков рекомендательных, знаков запрещающих, мы им предлагаем вот этот свой опыт, который они лично имеют и которым с ними поделились одноклассники в виде таких вещей вот зафиксировать. Пятый модуль. Здесь уже мы беседуем глобально о городах. Вот у наших героев есть свои города. Вот один из них, видите, родился в городе Клин. Да, мы что-то рассказываем про город Клин, про его памятники, про музей елочной игрушки, рассматриваем значки на картах, да, что бы они могли значить. Здесь же у нас возникает межпредметная связь с курсом, который у нас мы рассматривали до этого, лаборатория искусствоведа, потому что там мы дважды сталкивались с произведениями музыкальными Петра Ильича Чайковского, и здесь же мы узнаем, что в городе Клин у нас оказывается музей Петра Ильича Чайковского. То есть это приблизительно вот в одно и то же время, где-то в третьем и четвертом модуле лаборатории искусствоведа у нас проходило знакомство с произведением Чайковского, в пятом модуле лаборатории краеведа мы узнаем, оказывается, о том, что вот где он жил, и у детей очень быстро возникает эта связь, ну и заодно знакомимся с другими городами, с памятниками, с видами памятников. Да, вот мы видим, пытаемся сопоставить, что вот он мемориал «Родина-мать» в городе Герои Волгограде, морякам-севастопольцам в городе, соответственно, Севастополь и так далее. То есть дети немножечко, вот мы проделали уже практически путь от квартиры до страны в целом. И последний модуль, он у нас уже, вот у нас страна во всех ее границах, у нас есть федеральные округа, у нас есть крупные реки, у нас есть... Так, презентация висит на первом модуле у кого-то. Так, видимо, не у всех, да, перегружаю? Сейчас у нас решат этот технический момент. Вот еще раз, у нас первый раз вебинар, посвященный территории знаний, и поэтому вот такие... А, в эфире. Понятно. Так, подскажите, пожалуйста, пришло в себя, открылся шестой модуль, нет у всех? У меня тут и мышки-то толком не было. Так, давайте еще раз. Не транслируется, да, у нас? Вот сейчас у меня на экране модуль 3, иллюстрация. У всех первой ничего вообще нет, да? Давайте еще раз. Давайте еще раз. Так вот, я заметил. А что значит ничего нет? Вообще ничего не показывается? Стали меняться. Так, подскажите, пожалуйста, вот я сейчас переключился на слайд номер 4. Ага, темный экран. Так, у кого-то стали меняться, звук идет, изображение нет, у кого-то модуль 3, да, совершенно верно, у меня сейчас включен третий. Вы знаете, у кого сейчас черный экран, попробуйте, наверное, перезагрузиться, я думаю, потому что вот у кого-то уже стали меняться. Попробуйте перегрузить страничку. Очень сегодня все технически непросто. Так, и вот, перезагрузка помогла, отлично. Так, извините еще раз, перезагрузки пропадают, подключение. Вот, модуль 3, совершенно верно. Сейчас модуль 3, я специально вернулся немножко назад, чтобы у вас была возможность... Чтобы у вас была возможность... Давайте я с самого начала пролистаю по модулям все. Итак, вот это был первый модуль, для тех, кто не успел посмотреть. Значит, это был первый модуль, посвященный ребенку дома, дому, семье. Это второй модуль, посвященный ребенку, вышедшему гулять во двор. Третий, это ребенок, вышедший на улицу. Город, объекты городской инфраструктуры. Так, а вот модуль 5. О, как необычно. Так, как интересно. Смотрите, теперь и у меня пропало. Все у нас, видите, а вот, третий модуль. Ну, как же нам так с вами сегодня беседовать, если ничего не видно. Так, ну, я пока попробую закончить... Пока попробую закончить все-таки с лабораторией краеведа. Очень надеюсь, что технические неполадки... А, вот, отлично. У меня появился модуль 6. Давайте попробуем продолжить. И вот он в шестом, последнем модуле. Я перегрузился, вот у меня со второго раза заработало. Итак, модуль 6, это уже ребенок, наконец-то знакомится. То есть, вот он прошел этот путь от дома, от квартиры, город. И вот теперь, конечно, он уже смотрит, что город находится в большой стране. В этой большой стране есть разные города. И дети здесь могут обменяться опытом. Кто-то из них, может быть, куда-то ездил. Кто-то из них, может быть, имел опыт путешествий по России. На карте находят основные, самые крупные города. Знакомятся немножечко с некоторыми их объектами. И, по сути, вот этот шестой модуль курса лаборатория краеведа, это уже мостик во второй класс. Содержание модуля для второго класса, он сейчас готовится, скоро уже будет выпущен. Это путешествие по России, как раз по этим федеральным округам, по городам, по природным заповедникам. То есть, вот так с востока на запад, с дальневосточного федерального округа к центральному, вот так пройдет второй класс. А в первом, вот мы просто провели этот путь, познакомились, узнали, что наш дом находится на улице, улица в городе, город в федеральном округе, а округ в большой стране какой-то. Вот по такому принципу у нас реализован первый класс в курсе лаборатория краеведа. Так, я перехожу к третьему пособию нашей серии, которая называется «Лаборатория математики». Коллеги, еще раз, пожалуйста, я сейчас переключил слайд на пособие «Лаборатория математики». Пожалуйста, в чат напишите, переключилось у вас или нет. Потому что лаборатория… Вот, переключилось, вижу. Ага. Потому что здесь очень интересное и необычное пособие, и мне бы очень хотелось, чтобы вы его все-таки видели, и, может быть, у вас какие-то вопросы, а так вот у кого-то не переключилось. Те, у кого не переключилось, пробовали вы обновлять экран? Вы знаете, если у вас так и не работает, можем поступить таким образом. В материалах к презентации, в материалах к вебинару находится вот эта презентация. Она называется 2019, 10-й месяц, 31-го число, «Территория знаний». Вы можете скачать ее себе, ну и как-то за нами параллельно идти, пока не наладится. Вот он очень долго. Сейчас секундочку у нас технически пробуем отрешить. Вот он где-то очень сильно долго зависает. И вот не у всех переключает, к сожалению. Так, давайте так. в материалах нет. Я ее сам из материалов подгружал, коллеги, посмотрите внимательно. Начинается с числа 2019. Да, да. Еще раз проверьте в файлах, она совершенно точно есть. Обновить сейчас, вот мы технически попробовали ее вернуть. Отдельно для тех, у кого вообще все плохо, я в конце дам свои координаты, напишите, я с удовольствием вам вышлю. Итак, переходим к курсу лаборатории математики. Надеемся, что ситуация все-таки технически наладится. Я очень расстроен, что столько народу, и я не могу вам нормально ничего рассказать из-за вот этих технических неполадок. Но надеемся все-таки наладить. Так, лаборатория математики. Это дополнительное пособие, создано в логике развивающего обучения. Упор сделан в нем не на вычислительный компонент, не на работу с числом. Упор сделан на две вещи. На геометрию, естественно, начальную, и на измерение, на меры величины. Почему такой вот путь? В традиционном курсе математики у нас обычно очень такая понятная, простая логика. Ну, понятно, потому что нам привычная. Мы вводим ребенку понятие натуральное число, иногда даже даем определение натурального числа, а потом начинаем абстрактные какие-то вычисления, а уже потом начинаем на вот эту вот числовую абстракцию натягивать какие-то меры величины. Мы здесь предлагаем немножечко другой взгляд. В рамках нашего пособия, сейчас мы к содержанию перейдем, вы увидите, у нас натуральное число рождается как необходимая потребность в измерениях. То есть ребенок сначала измеряет, а потом понимает, что это можно делать удобнее. Ну, такой путь нам, опять же, кажется более природосообразным. Итак, первый модуль. Так, вот у меня он теперь не отображается. Что же у нас такое сегодня? Первый модуль. У кого-нибудь на экране он есть? А вот так. У меня что-то вернулось. Да, у меня у самого первого модуля нет, но попробую пока рассказывать по памяти. Первый модуль курса «Лаборатория математика» он посвящен базовым геометрическим понятиям, а именно самым первым мы начинаем с точки. Знакомимся с понятием точки, с тем, что точка – это что-то, что не имеет размера. К точке добавляется у нас линия, прямая линия, кривая линия. И мы смотрим на них, как на множество точек. Точка может лежать на этой линии, может не лежать на этой линии. Коллеги, я вижу ваши технические проблемы. Вот все, что могут делать техспециалисты, я пытаюсь пока продолжать. Я очень надеюсь, что все-таки у нас все заработает. Здесь весь первый модуль, он именно геометрический, знакомство с этими основными понятиями. Модуль 2 построен в той же логике. Та же геометрия, те же понятия, но добавляются уже более сложные вещи, такие как луч, такие как угол, с тем, чтобы впоследствии перейти... Ну, тут очень мне, конечно, нужны иллюстрации, чтобы вам показать, как мы от точки переходим к фигуре. Да, ну, это, конечно, невозможно. К самому концу лаборатории краеведы, еще раз для тех, у кого прекратился показ. Итак, вот у нас были первый модуль, ребенок в доме, второй модуль во дворе, на улице, в городе, малая родина и родина целиком. Это если вы не успели скачать, я думаю, сейчас наладится технически. Так и значит, какие-то проблемы, видимо, с платформой. Я думаю, что в ближайшее время все наладится. А мы пока с вами переходим еще раз к лаборатории математика. И вот у нас первый модуль лаборатории математика. Мы знакомимся с понятием точка. Точка на линии, точка вне линии. Есть и развлекательные задания, где дети просто что-то соединяют по точкам, и задания геометрические. Ко второму модулю у нас уже вводится прямая кривая линия. В частности, мы рассматриваем орнамент как множество ломаных линий. Не кривая, а ломаная, естественно. И здесь же мы вводим угол, измерение угла. Есть такие самые простые. Прямой угол, больше прямого угла, меньше прямого угла. То есть какие-то самые-самые базовые. Фиксируем с детьми понятия. И вот у нас начинается третий модуль, где мы уже вводим фигуры. Вот у нас слева рисунок. Мы расположили несколько точек на плоскости, провели через них прямые. У нас образовалась фигура. Если вот здесь видно, например, на рисунке на странице 33, у нас треугольник и четырехугольник, за пределы которого выходят вот эти самые прямые. Это очень важный момент будет в курсе геометрии основной школы. Он почему-то у нас традиционно изначально упускается. Вот мы пытаемся детям вот эти базовые представления заложить. Вы знаете, многие математики сейчас, вот особенно авторы учебников школьных, да, я слышал от них, мои коллеги по Институту математики и информатики МПГУ, я часто слышал от них такое высказывание, что в математике столько математики, сколько в ней геометрии. Очень сложно с ними не согласиться. Вот поэтому у нас начало курса, оно все как раз идет из геометрии. А вот страницы 39 и 42, сканы которых у вас приведены, здесь мы начинаем еще и некоторые измерения. На странице 42, например, мы предлагаем подобрать недостающий отрезок, чтобы замкнуть фигуру. Опять же, мы пока не владеем здесь никаким числом, никаким четким измерением, поэтому мы используем мерку, да, и устанавливаем соответствие. Какой отрезок может замкнуть какую фигуру. Ну вот, на странице 39, те самые измерения с криволинейной фигурой, где мы от точки А сравниваем отрезки, там, отрезок А, Б и А, Е и так далее. И дальше, к модулю 4, мы как раз переходим к самым первым измерениям. Это и измерение возможного числа комбинации, так вот, например, на рисунке 48 традиционное такое задание, где есть несколько объектов и блок из этих объектов. То есть, например, на сколько человек можно сервировать стол, имея вот такое количество ложек, вилок и тарелок. И мы понимаем, что если вилок у нас на 5 человек, но тарелок на 3, вряд ли мы можем сервировать стол на 5 человек. Но мы пока это не считаем, мы обозначаем это, опять же, схематически. Тут есть и пообсуждать, что и сделать выводы. А дальше мы знакомимся с первыми мерами величины, с такими, как площадь, с такими, как объем. Но, опять же, отражаем все исключительно в виде схемы. То есть, у ребенка формируются первые понимания о том, что существует длина, что существует масса, что существует площадь. Нам пока не нужно, ребенок пока не владеет нужными единицами измерения, но он уже понимает, что это существует, что это различается. И вот только где-то к пятому модулю мы переходим к числу. У нас есть серия задач, для работы с которыми мы используем и схему, и число. Например, вот у нас задание на 62-й странице, где Роман принес 2 ведра по 4 литра, а Игорь 3 ведра по 2 литра. Вопрос, кто больше принес, кто меньше принес. Мы обязательно смотрим. Мы смотрим и на количество ведер, и на объем воды. Мы делаем это и схематически, и впоследствии уже с помощью числа. Много все равно стараемся работать не столько с числами, сколько с буквенными значениями, то есть на формирование у ребенка понимания основных моментов, и вычислительных, и сравнительных, больше и меньше. Ну и последний модуль. Да, здесь уже много именно задач, но задач тоже очень разных, которые можно решать именно с помощью схемы или с помощью таблицы. Здесь мы вводим, вот, например, данная 83-я страница задания. Оно, конечно, решается с помощью таблицы, а вот задание с аквариумом, например, здесь как кому нравится. Здесь может быть и задание, и здесь кто-то решает его арифметическим путем, а кто-то решает с помощью схемы. Все это в методических рекомендациях у нас описывается, то есть это все на формирование у ребенка математического мышления, математического стиля мышления. Знаете, опыт, который мы провели, он, в общем, очень показателен, и результаты у детей вот во втором классе дети гораздо лучше воспринимали положение вот курса математики для второго класса, пройдя вот эту вот подготовку. Конечно, лучше всего она гармонирует с курсами развивающего обучения по математике, но даже со стандартным курсом, например, Школы России, она очень хорошо сочетается. То есть дети, конечно, здесь сложный момент возникает в том, что дети, конечно же, всюду пытаются вставить числа, потому что в традиционном курсе оно число появляется практически сразу. Но при должной выдержке учителя получается очень хороший результат, направленный не на абстракцию, а именно на понимание. Так, ну и заключительный наш курс, курс, который называется «Лаборатория словесника». Скажу сразу, наши идеи для этого курса в первом классе раскрываются не полностью, не полностью просто в силу возрастных особенностей ребенка. Этот курс, конечно, более... Ну, потому что в первом классе дети, например, практически не пишут, ну, в смысле, кто-то пишет, конечно, но в целом они все-таки приходят, не все читают, не все пишут, поэтому нужно выровнять немножечко класс изначально. Значит, мы стараемся уделять здесь внимание нескольким вещам. В первую очередь это общение. Общение в любой форме, в непосредственной, в опосредованной. Отдельно, конечно, описание. И мы ввели курс каллиграфии. Здесь для многих это довольно спорный момент, потому что, ну, вы сами знаете, сейчас в традиционном большинстве прописей очень мало вообще заданий на написание. С одной стороны, многие считают, что это современно, это правильно, кто-то считает наоборот. Я, например, считаю, что навык письма важен, а навык, ну, все-таки, как мы знаем из курса педагогики, это действия, доведенные до автоматизма путем многократного повторения. Если ребенок не пишет, он и не будет писать, и не будет никакого ни навыка, ни письма, ну, в общем, ни почерка, ничего не будет. Это, еще раз говорю, это спорно. Кто-то, у нас было вот три учителя, которые участвовали в апробации этого пособия, двое из них радовались дополнительному курсу каллиграфии, один из них считал, что он не нужен, и просто пропускал, да, брал только вот часть с заданиями. Это право каждого учителя, как он комбинирует свой урок. Те, кому не хватает каллиграфии, такую возможность тоже получат. В старших классах мы перейдем от традиционной, от современной каллиграфии к классической, но пока мы решили на уровне начального образования так, конечно, не делать, чтобы детям мешанину не создавать в постановке руки. Здесь очень много заданий. Вот этот курс, больше, чем какой-либо другой из четырех выпущенных сегодня, представляет собой сегодня дорожную карту, да, а не столько набор заданий. Здесь учитель всегда может расширить и дополнить, начать с детьми обсуждать. При этом, когда мы говорим о том, что ребенок что-то описывает и рассказывает, мы здесь обязательно сообщаем ему способ действия. То есть, вот смотрите, те из вас, например, вот кто знакомился с... Ну, собственно, все учителя начальной школы знакомились с пособием Александра Григорьевича Осмолова, как проектировать универсальные учебные действия. При этом я очень часто сталкивался, что проходит урок русского языка, да, в начальной школе, или урок литературного чтения. Берешь план учителя, да, а там написано, что урок нацелен на вот такие-то задачи, в том числе на формирование такого коммуникативного умения, как умение построения осознанного речевого высказывания. А на уроке-то ничего такого не было. То есть, фронтальный опрос был, детям задали вопрос, они дали ответ. Это ни в коем случае не формирование вот этого умения. То есть, если мы не сообщаем ребенку способ действия, то есть, каким образом в той или иной ситуации построить высказывание, на что сделать акценты, какие темы осветить, значит, мы его не формируем, мы используем имеющийся у ребенка навык. Здесь мы обязательно уделяем этому внимание. Здесь мы обязательно уделяем этому внимание. Как повести себя в той или иной ситуации? Как сказать? Как спросить? В первых модулях это не слишком видно, потому что, еще раз говорю, здесь мы будем просто дети все-таки выравниваться. Кто-то умеет читать, кто-то не умеет, и мы постепенно-постепенно приходим к единому какому-то знаменателю. При этом есть небольшие рассказы, мы даем план. То есть, мы не просто обсудим рассказ, что вам понравилось, а вот такие вопросы по рассказу зададим и дойдем на них ответ. Причем вопросы, естественно, такие, ответ на которые нельзя получить простым цитированием. То есть, там, где надо подумать, там, где надо сравнить, где надо послушать чужую, может быть, точку зрения. Но уже к середине курса у нас добавляются и как маленькие фрагменты в прозе, так и фрагменты в стихотворной форме. Анализ стихотворения отдельный, естественно, с поправкой на возраст, на возрастные особенности ребенка. А вот уже с пятого модуля начинаются вот эти вот важные коммуникативные моменты, когда дети уже выровнялись, кому-то нужен был вот этот добукварный-букварный период, кому-то, кто-то прошел его до школы, где-то к пятому модулю дети у нас выровнялись. И мы начинаем с вами в той или иной ситуации смотреть, а как мы построим коммуникацию, как мы объясним, как выполнить какое-то простое действие. Да, вот мы, например, разбираем вариант, нам нужно что-то спросить у товарища. Вот у нас три варианта, мы каждый из них обсудим, какой вариант здесь подходящий, какой не подходящий, почему. То есть здесь не на правила русского языка, не на средства выразительности, которые разбираются в курсе литературного чтения, а это именно особенности языка при коммуникации. Разными способами. То есть составить инструкцию, задать вопрос. В шестом модуле задание мы еще немножечко усложняем. То есть, например, такое задание, вот у нас 72-я страница, нарисован такой замечательный конь, и нарисовано его описание, которое сделал ребенок. И описание это довольно куцое, оно недостаточно яркое, недостаточно красивое. Мы начинаем обсуждать, а какой это конь? Как же мы так описали? Ну, видел коня, и что? А посмотри, какой он хороший. Да, он мощный, он быстрый, у него в гриве и в хвосте лента, это серый конь в яблоках. То есть, ну вот, добавляем, добавляем описательную часть, обсуждаем, вводим разные для этого упражнения, и дальше пытаемся это все развить в описании персонажей, в создании собственного персонажа, и даже в подготовку собственной маленькой сказки, как некий итоговый продукт нашего курса. Так, коллеги, наш тяжеленный вебинар подходит к концу. Значит, сейчас я вывожу на экран контакты, и после этого отвечу на ваши вопросы, ну, видимо, через чат. Пока, если есть вопросы, задавайте. Я пока скажу, что у нас сейчас на экране. На экране у нас ссылка на авторскую мастерскую на сайте издательства, ссылка на, в смысле, контакты моей электронной почты. Если что-то интересно, что-то понравилось, есть какие-то советы, предложения, пожелания, желание участвовать в апробации, особенно приветствуются. Вот он, мой адрес электронной почты, и вот то, что в нем после собаки, это еще и мой сайт, на нем все материалы всегда есть, можно тоже почитать, посмотреть. В социальной сети Facebook мы выкладываем всегда все материалы и результаты апробации. Вот она, верхняя ссылка на Facebook. Подключайтесь. Все, что мы делаем, всегда там есть. Мы, в том числе, очень любим материалы учителей публиковать, которые проводили уроки. И это можно посмотреть в других группах нашего проекта. Информатика в начальных классах, робототехника в начальной школе. Одним словом, вот по этим координатам, я думаю, что возможность скачать презентацию появится, если сейчас вы там как-то не зафиксировали. Спасибо.